По традиции в начале учебного года и перед каникулами проходят профилактические мероприятия, призванные напомнить детям правила поведения на железной дороге и последствия пренебрежения ими. Рейды на регулярной основе организовывают сотрудники администрации, транспортной прокуратуры и полиции. Люди просто не соблюдают меру безопасности, не пользуются пешеходным переходом, а переходят в целях экономии своего времени, тем самым подвергая свою жизнь опасности, переходят пути непосредственно через железнодорожные пути. Вот, соответственно, чтобы данных случаев пресечь, проводим данное мероприятие. Как пояснил помощник транспортного прокурора Сергей Ефремов, в основном несчастные случаи происходят из-за несоблюдения гражданами правил нахождения в зонах повышенной опасности. Хождение по путям, что запрещено, либо это катание на сцепках, то есть это так называемые зацеперы, либо это вот безбилетные, которые пытаются пролезть на станцию. Нарушители выявляются, на каждой проверке от одного до трех человек у нас выявляется совершающее административное правонарушение. Печально, но пример несовершеннолетним активно подают взрослые, думая, что железная дорога – это не шоссе в час пик. Один-два поезда пройдут, и можно идти. Оказывается, нельзя. Об этом говорит статистика. В московском регионе примерно за день происходит от двух до пяти травмирований. Зачастую это травмирования смертельные, поскольку транспорт повышенной, зона повышенной опасности. Поэтому основные случаи, конечно, смертельные травмирования. Детское травмирование также является очень опасным. Дети зачастую катаются либо между вагонами, либо являются зацеперами, на крышу вагонов залезают. Ангелина живет в Домодедове, а учится в Видном, поэтому каждый день ей приходится пользоваться железнодорожным транспортом. Правила безопасности никогда не нарушает. Одну знакомую сбили на поезде. Ну, это очень плохо, конечно, но у них бывает то, что они залаживают на платформу, и безбилетные по большей части. Профилактические акции на станции Расторгуева проходят каждый месяц. Также сотрудники полиции и РЖД постоянно дежурят около платформ. В ходе этого рейда нарушителей выявлено не было. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.